Я передал там тетрадь, можете вырывать с нее листы, вырвите и раздайте листы чистые. Вы какие вопросы вас интересуют, внести туда, потому что у вас не получилось такого скучного. Я буду говорить, а вы будете тревать, что-то будет смотреть, чтобы оживить немножко это. Вот для этого я попрошу вас написать. Приветствую, 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 подставайте, напишу. Появить не надо подписывать. Я не могу, я не могу, я записываю, пожалуйста, позволение оставить. Я наушу. Стоп на. Безусловно, ответить на все стороны и проблемы методологии, методологии, истории, и даже методологии истории, как сам, хотя бы какого-то правительства. Навряд ли это обманчивается с активностью. Я всегда же вас напишу, как мне так не надо. Когда Владимир Владимирович попросил выступить меня, я, конечно, был в нем, когда там цитология, это, значит, две цитаты Ленина-Сталина поставить, и еще в первой зеркале Голбардии, ну, там, в случае Казахстана, и все. Значит, у вас уже марктистская работа. Она не может быть не марктистской. У нас все писали только марктистской. Но дело в том, что в словаре Прокхауза Ефрова трактуется на цитологию, как познание, исследование, историческое познание в руки. Но на этот счет Карамзин говорил, что историк должен знать прошлое, трезво рассуждать о настоящем и предугадывать будущее. Это, конечно, очень тяжелые такие проблемы. Ну, Карамзин, конечно, приступал к своей работе, историко-старства российского. Это был вельможа, во-первых, он был писателем, уже известный в России в конце 18 века. Бедный Лиза пользовался популярностью даже в школьных учебниках, его повесть. Поэтому, когда он взялся за полской труд, 12-тонное историко-старство российского, в 1802 году он был назначен государственным историографом России, при Александре Первом. То есть система в те времена была, кроме того, что существовали институты, университеты, факультеты и так далее, существовала еще должность государственная. Сначала Карамзин работал в этот уровень, потом Пушкин занимал в какое-то время эту должность. Это был то ли такой противовес, официально ему тоже писала Академия наук, то ли это было, трудно сейчас объяснить. Но, во всяком случае, Карамзин владел искусством истории. Вот понятие искусства истории, это идет от Геродота еще. Излагать надо так, чтобы это было читабельно. Есть монография в Улыге «История как искусство». Понимаете, мы вот привыкли писать сухо, отжато и подавать материалы факта там и так далее. Они очень трудно читаются. Пусть это даже будет популярный Манфред «История три портрета французской революции». Книжка изумительная. Я от нее всегда в восторг. Когда первый раз прочел, в восторг пришел вот так и остался. Понимаете, умение сконцентрировать, подать, и чтобы это было читабельно. Это очень важное качество. А иначе не идет в народ наш текст, или наш учебник, или у нас что-то. Вот в этом отношении Карамзин, конечно, был человек глубоко подготовленный. У него была шикарная усадьба в Подмосковье. Мне приходилось бывать в доме, где он прожил. И много лет, до 1828 года. И он, как говорил, постригся в историке в 1802 году. Как его назначили историком, он чувствовал себя историографом. Ну, сейчас немного уже умерло, ушло, все эти 12 его томов, я не скажу, что все читают, захлёп и так далее. Но там были такие вещи, которые историку нужны. Во-первых, там не 12 томов, а только томов 7, потому что 5 томов – это приложение документов. Впервые такой текст. Если деяние Петра Великого Голикова – это был чисто текст, где он хвалит Петра, там расписывает, он поехал, приехал, женился, там развёлся и так далее. То здесь была именно проблема государства поднята. В России писалось, и до Карамзина многое. Но вот не было такого тезиса, что главное для народа – это государственность. И след за Карамзиным тут же родилась знаменитая триада Уварова, которую в советское время критиковали, распинали и так далее. Православие самодержавие народность. То есть, прежде всего, это Бог, если так вынести на простой язык. Второе – это царь. И третье – народность. То есть народ. На третьем месте. Но отсюда и в Евангелии, и в Талмуде, и в еврейском, написано, что люди – это овцы. А пастухи – это, так сказать, те, кто пасёт этих овец. То есть пастухи должны задавать правильный тон, вектор по судьбе. Вот эта вся масса должна идти. Надо сказать, что этот постулат, в общем-то, в советское время довольно хорошо использовался. То есть все теоретические положения шли сверху только. А все остальные должны были думать одинаково. Тогда не было телевизоров, тогда не было дискуссий, ничего. Это было, понимаете, постановление в последнем апреле на ЦК, как в СССР, и постановление съезда. И поэтому то, что написано в газете «Правда», это воспринималось без этого. Я исключаю там 20-е годы. Особенно это вот послевоенный период, когда курт личности Сталина вырос, когда авторитет стал уже непререкаемым, так сказать. Вот в это время шла, понимая, такая вещь. Теперь мы с вами живём в другое время, я бы сказал, в счастливое время. Потому что каждый может думать так, как он считает нужным. Но, конечно, считает нужным с точки зрения своей грамотности и образованности. Это было тоже большое достижение за развитие в империи царской, и в Казахстане в том числе, и в советское время тоже. Потому что образованию народ придавал с глубокой древности особое значение. Что этот человек, который пишет, сидит в келье, Пимен или Нестор в «Повести временных лет», и в этой тёмной комнате, где только в окно свет сочится, он сидит и пишет. Понимаете, это не каждый год надо написать. Он понимает это. Но там есть один подвох в «Повести временных лет». В том, что там сказано. Гусли сами князю славу прохотали. То есть гусли сами хвалили, возносили князя. Князя возносили. Гусли не могут возносить царя. Потому что гусли – это деревянный инструмент, и там несколько этих самых струн натянуты железных. Они ничего не делают. Это делал тот священный баян, который играл на них, и который текст задавал. Так что вот, я бы сказал, искажение исторической правды идёт вот где-то с этих времён ещё в Новосии. Где идёт искажение исторической правды по истории Казахстана, трудно сказать. Она, причём, правда с неправдой идёт рядом. И тут очень трудно отделить эти две вещи. Вот пример войны 1812 года, которую в России так широко в этом году отмечали. Дело в том, что в энциклопедии написано, что это русский народ проявил героизм, особое, так сказать, дух, волю духа и так далее, и так далее, и так далее. Во французской энциклопедии по этому поводу написано, что Кутузов и Александр Первый восстановили династию Гургонов во Франции. То есть совершенно другое. Ни дух, ни война, ни военные действия, ни атаки, ни чего. Восстановили они династию Гургонов во Франции. Но в таком случае запуталась советская историография. Видите, Франция-то была буржуазная, а Россия была крепостнической. Так вы что, защищали крепостное право против развития буржуазного общества, что ли? Тогда лучше пусть Франция победила Россию. Вывод-то логический. Я понимаю, что вы все патриоты русские и так далее, и так далее. Мы воевали. Но вы неправильно делали. Надо было сдаться французам и присоединиться к ним. Вы бы тоже были буржуазной республикой. Вы бы сделали в своем историческом развитии шаг вперед. Видите, какая тут тавтология и путаница, которая ведет в смятение любого мыслителя. Поэтому история – это такое искусство. И наука. Ну, наука, она стала оформляться как раз в России по-настоящему с Карамзина. Разделение наук вообще произошло в Карамзине во второй половине 17 века. Химия, физика, история, литература, языкознание и так далее. Во второй половине 17 века. Так вот, поэтому... Ребята, извините, мне надо убивать, мне очень тяжело говорить. Поэтому здесь... Сбился я с мыслью. Не, не, не лучше так. Я не могу. Поэтому здесь, видите, как нужно очень точно и правильно подходить к объяснению того или факта. Нужно нести правду. Конечно, такую правду, пусть она и неприятная, но которая возвышала свой народ, свою историю над окружающими событиями и делами. Понимаете, как? Карамзин в этом отношении казахстан прав. Государственность – это тот темниург, который нужен. Мы сегодня тоже в Казахстане боремся за государственность. Почему? Потому что это основа основ. Нам надо объяснить читателям, надо объяснить теоретически и доказать документально-практически, что это государственность. И те постуланты, которые входят в понятие государственность, их надо четко определить. Ну, пользовались сталинским определением в советское время. Сейчас это отпало. Но, во всяком случае, какие-то основные параметры этого остаются незыбленными. След за этим Карамзином выступил Соловьев своими 28 томами «История России». Это, конечно, такая громадная работа, написанная в период, когда царская Россия была в своем расцвете империей. И где движущей силой по представлению интеллигенции 2-го года, 19-го века и всего научного мира является важным развитие не просто государственности, а развитие империи. В империях были сделаны все крупнейшие открытия. Это Римская империя, это Византийская империя, это другие какие-то империи французские, в том числе Российская империя. Поэтому тут вот этот постулат, что через империи шло развитие государственности Российской империи, он остается правильным, надо сказать. Конечно, у каждого народа свои представления о том, как он хочет жить. Но дело в том, что еще важно, какими путями он будет развиваться. Поэтому вот формула то, что нужно сегодняшнее хорошо усвоить. Ну, к этому я добавлю, что когда победила советская власть, там, правда, с историей советского периода масса путаницы такой необыкновенной. А, значит, дело в том, что никто Зимний дворец, вы, наверное, знаете из меня, это я просто повторюсь, не брал штурм. Никто там кровь не проливал. Приехал в 1957 году матрос Савроры в Алматы. Его привели живого. Я думаю, вот кто был непосредственно. Они с Савроры стреляли, значит, этих царских генералов или там все это разгоняли. Они победили, они установили советскую власть. Там власти практически не было. Там сидела уже не первый, пятый или шестой состав временного правительства и ждали, что будет дальше. А в Алматы сама, она сделала один колостой выстрел и все, и больше там ничего не было. Не в это дело упиралось. Потому что еще Царетели сказал на шестом съезде Садырская в июле, в франции июля, что в России нет такой партии, которая могла бы взять власть в руки. И всегда все цитировали, все учебники, где-то для четвертого класса, что Ленин встал и сказал, есть такая партия. И везде эта картина была, висела Ленин, и, значит, этому Царетели отвечает. Но дело в том, что в выступлении Царетели было сказано, обрывок с него выдрали, в книгу встали. Он сказал, в России нет такой партии, которую он смогла взять власть в свои руки и не допустить гражданской войны. Вот эта вторая половина фразы, конечно, это пророческая, и человека, думающего и понимающего более глубоко, ту ситуацию, в которой мы в России. Оказывается, никто не мог отменить гражданскую войну. Более того, эту октябрьскую революцию и всю эту войну, как угодно назовите, победу, поражение и так далее, готовили и царь и сами. Ведь все юганы, все законодательства, все внутренние, внешние политики, все, она суетилась к тому, чтобы расшатать народ, расшатать эту империю и потом решить при помощи войны все. Войну туда предотвратить никто не смог, но никто не смог, конечно, с другой стороны, остановить революцию. Поэтому это был вал такой, который не поддавался уже управлению. Ни Менчевиков, ни Менчевиков на первых парах. Правда, здесь, конечно, нельзя отменить. А, так вот этот матрос собрал. Причем какой-то бесцветный такой человек, без эмоций. Я понимаю, его затаскали по этим студенческим аудиториям, где он это все повторял. И вот он это повторял, повторял и ушел. А вот это был 57-й год, юбилейный год революции. Приехал Менчев. Такой был историк, который написал краткий курс истории, как и так далее. А потом он написал историка ПСС. Один и тот же человек это был. И Сталину угодил, и Хрущеву угодил. Менчев пришел, и... Это был 100-й год человек, у меня была эта Россия, если так вот, по возрасту. Я не проверял, но... Он, значит, говорит... Вышел очерк Ленина, ой, очерк Борького, Ленин. Я встречаю Алексея Максимовича, и говорю... Алексей Максимович, что же вы там пишете? Впервые я встретил Ленина на пятом приезде РСДРП. Вы же его знали хорошо по Тамерфорской конференции еще. Он говорит, ого, батенька, я перепутал, вы действительно правы. Я думаю, ничего себе, какие люди ходят к нам по субботе, которые могут поправить Горького и знают, где кто кого видел до революции. Ну, и, с одной стороны, это была такая деталь, которая говорила о том, что есть люди, которые знают какие-то тонкости. Но, с другой стороны, это было одновременно, точнее, этот мотивост меня привел в конфликцию. Ну, а впервые, конечно, вот этот конфуз в понимании исторических явлений и фактов произошел в факультете. Поступил я на первый курс, и к нам пришел преподаватель натынского языка. Он был совсем старенький, ходил в пиджаке, его кто-то приводил в деканат, а с деканата приводил его наш старост. Старосток был офицером, там сокращение армии произошло, он попал под сокращение. И он его просто брал и так под подругу и заводил в аудиторию. А так как он был стареньким, то жевел латинский язык. Это был председатель латенизации казахского алфавита в 1929 году. Вадим, в конце 20-х годов, он был председателем. И что он сделал нам первокурсником, а я в совхозе кончал в школе, он так вставал и по-латински читал послания «Цезаря Клеопатрия» на латинском языке. И обратно письма «Цезаря Клеопатрия». Я на него смотрел и думал, что такое. Я слышал, что в аптеке пишут на латинском языке. Но какой-то цезарь... А у нас шло одновременно из этой древней мира на первом курсе. Приходила женщина, которая, конечно, ничего не знала. Она защитила диссертацию, я вам назову тему, «Роль Кумбышева в обороне урасти». И для неё этот рим, Греция, это было тёплым летосом. И как бы всё сразу определять. И я подумал, что вы знаете, что-то не так в истории. Что какой-то, понимаете, неуютность какая-то возникла от этого старика. А старик оказался, кончал духовную семинарию в Казани. Ну, а я татарин. Правда, я Казани не видел, не нас. Но я думаю, вот интересно, ну ты же в Казани лучше латинтирный, так что знает этого Клеопатру и Цезаря. Понимаете? И возникло какие-то разговоры, пошли, хоть ли какое-то недоверие. Но там был один ещё эпизод, связанный с Талинской эпохой. Нас все собрали и пояснили, что кто-то из вас написал письмо на имя Хрущёва, что во время демонстрации, фамилию не назвали, а одна отличница там была, они были, эти девушки с одной местности. Вот эта отличница бросила во время первомайской демонстрации, по-моему, первомайская, потому что это после народа шёл портрет Хрущёва. И все шли, и так дали его. А только прошёл тот взятый съезд. Вы понимаете, как все были наэкстрализованы с политикой, никто не допускал шуток. И я так, если я отметил, что тут дело на курсе пахнет форохом, понимаете? А у меня отец в этом сидел. И я знал, что это как из ничего бывает что-то, понимаете? А потом нас всех собрали и сказали, осенью уже, это было в мае, а это осенью. То есть они говорят, нет, у нас, оказывается, на факультете вообще нет портрета Хрущёва. Это через КГБ установили личность и так далее. И назвали, кто-то встал это заявление. Правда, ну ничего не было этому человеку, потому что 20 лет уже прошёл, и они эти две, как это называются, землячки. Две землячки. Одна другую хотела посадить или что-то сделать. То есть вот об этом сложном периоде советской истории у меня осталась вот одна такая твёрдая зарубка. Как это было? С этого ничего не получилось. Правда, её тоже не наказали. Или на завученное отделение, она там куда-то исчезла, вот стала и хапина, и ушла, и всё это окончено. Но вот такой факт будет. Вы знаете, тут понимаете, как очень сложно. С другой стороны, конечно, надо отметить, что исторический процесс не где-то всё равно развеет. Как бы ни сажали, а потом вокруг этого советского периода сейчас столько накручено, столько правды и неправды, лжи и подделок, что трудно... Сол, Женицова пишет, что 22 миллиона сидело по 109-й статье. Посчитали. По 109-й статье сидело 800 тысяч человек. Ты, конечно, тоже не один, но 800 тысяч человек. Дело в том, что среди этих 800 тысяч человек многие получили 2-5 лет, кто-то получил 10 лет. Я встречал таких людей, двоих даже, скучая, Мохаммад, которые получили по 25 лет и были аннестированы. Знаете, как? А кто-то получил 5 лет. Работник, это сообщил уже, общий на средние национальные библиотеки, дал Кенжину протоколы первого съезда партиллаж Орда. Получил за это 10 лет в 1937 году. В 1947-м освободился, пришел к библиотеку, стал просить справку о том, что он тут работал. И мы эту справку выдали. По этому личному делу я понял, что из этих 800 тысяч человек очень многие отсидели какие-то сроки, полные, неполные и так далее. Все это рассосалось. Поэтому, понимаете, с прошивки это делать не всегда верно. Стоит Алжир на территории Казахстана. Я тоже думал, что такое там бесчеловечные какие-то люди, этих женщин, знаете, издеваются, что хотят, кто творят. Попал туда совершенно случайно, непосредственно в этот Алжир. Это лагер, это сделан памятник им. Стена брандная там, шикарная стена такая сделана. За счет налогоплательщиков, конечно. И там стоят 2000 с чем-то фамилий. Все это москвичи-ленинградцы. Потому что там все одна и та же фамилии повторяются по 10-15 раз. Там 3-4 казахских женщины. Понимаете, как это все идет? И эксплуатолог, молодая женщина, рассказывает, говорит, вот в лагере был такой порядок. Вот здесь они спали. Стоит железная койка. Железная койка из чугуна. Я и в детстве, и в детдоме потом, и везде спал на такой койке. И в краску, по-моему, даже на первых курсах. Ничего там не было. Это были советские койки чугунные. Потому что другого не было. Их быстро продавали, отдавали и так далее. Они спали. Теперь, говорит, вот такая буржуйка. Стоит буржуйка, значит, это круглая. Вот тут они валили и топились. Вот там рядом озеро. Они вот эти койки должны были заготавливать. Койки заготавливали и для хозяйства, и не поддержали там кур, каких-то овец, что-то такое. И, значит... Но комендант был очень добрый человек. Он отпускал их всех в командировку, на свидание с своими детьми. Если детям исполнялось 6 лет, то их сдавали. В Вишневке был детдом. Ну, от Алжира до Акмала, до 6 километров. И до Вишневки еще километров. Это станция между Карагандой и Атмолинском. Вот они, значит, ездили туда и могли наблюдать, видеть своих детей, как только они живут в цельском доме. То есть это такое, знаете, полуколхозная такая жизнь. Потому что в колхозе после войны было далеко не сладко. Понимаете, поэтому вот это все... Когда удаляется в одну сторону, вот это все наше... Да, было все там. Было все. Один, значит, знакомый, работал министром сельского хозяйства Крымской АССР. Не знакомый, а в совхозе. Прямо работал потом главным агрономом. Пришли немцы в 41-м году в Крым. Предателей было много, а всех сразу все среди не собирали без проблем. Говорит, агроном, вот под хоз, иди там, значит, будут рабочие сажать помидоры и так далее. Он, значит, пошел туда, проработал там сколько-то месяцев. Пришли советские. Ему автоматически... А он в это время уехал. Когда освобождали, он уехал. Приехал в Казахстан. И в наш совхоз устроился главным агрономом. Значит, его разыскали. А у меня отец был директор. Его разыскали, этого главного агронома. Давай его судить как программород. Он человек, как этот... Ассессиенс. Работал где? На подходе. Это 25 лет. Потом прошел 20-й смест, разобрались, отпустили. Он опять приехал, но без принципа. Приехал в этот совхоз агрономом виноградарной работал. А вот здесь вот под Чиликом встретил человека, который учился в Ставропольском сельхозинституте в 39-м году. Увидел этого человека, который это получил в президенте какого-то там сверххозяйственного совещанника. Это Усенинов. Он так вот, как он сейчас Коржеву вычислили. Так вот он Усенинова сразу вычислил. Вот такие вот вещи. Так что там были разные. И кто-то, конечно, писал доносы. Масса людей, конечно, села под доносом. Это было... Слой. Не верить нельзя. В Германии такой порядок. Вот я плюну в окно сейчас и папиросу вытяну. А сосед с нижнего этажа позволит милиции. Сейчас же придет полиция. Сейчас же. Меня штрафуют и так далее, и так далее. То есть, понимаете как, сигнал как бы от людей, на него вас должны реагировать. У нас другие стороны, когда власти реагируют, будут на такое, что кто-то бросил портрет, портрет, и его надо расстрелять. Это, конечно, витяки, это разные вещи. Это не зависит от Сталина. Это не зависит от первого секретаря, от Бога. Это зависит от уровня людей, от их понимания, что такое жизнь, как это складывается и так далее. Я, конечно, говорю вещи такие несколько далекие. А вот вопрос мне передали? Все написали там что-то? Я повторяю. Ну, история Казахстана, конечно, есть своя история. Здесь кто-то начинал писать. Мимоходом там Миллер, допустим, в 18 век. Кто-то специально углубился в это дело, фанат им был, кто-то как лешим. Ездил в скандинавские страны, искал, он терял казахов, которые были на день до апостола. Три года проработал представителем Оренбургской пограничники. Он расписал одну нацию, одних, один народ, казахов. Это было в российском востоковедении из ряда выходящие вещи. Получил он Демиловскую премию за это и прочее. То есть он поддержал в руках массу источников. Правда, источники были отчасти петербургские, московские и оренбургские. Потом это пошло, и стали каждый разбирать, что. В первые годы Советской власти редактор Белогвардейской газеты Рязанов написал 40 лет борьбы в национальной неделе, снимать книги. Это уже нам ближе. Потом выступил Чулошников своим очерком в 1927 году. Потом в 1934 году было принято постановление о шествии Ленинграда над Казахстаном. Была создана группа Вяткина. Это 6-7 человек в Ленинградском отделении института истории. Тогда не было института России, института всеобщества. Он один институт истории. И вот Вяткин эту группу всю нацелил на сбор, создал план, очень стройный план в пяти томах, сборных документов по истории, материалы по истории Казахской ССР. Ну, вы знаете, первый том не вышел, потому что он запутался в 17-16 веке. Это был трудный период. Источников было мало, поэтому они забросили. Они взяли второй том, часть вторую, выпустили. Потом выпустили четвертую часть. В каком-то году я сейчас не помню, это все знают. Затем подготовлен был том по среднему арде, среднему жузлу. Том этот не пошел. Постепенно Вяткин был, ну так скажем, мягко как-то сдвинут с казахстанской истории в послевоенный период. И он где-то там в Ленинграде работал, правда, он работал в Москве, он был заведующим отделом истории Ленинградского, занимался Черкизией, занимался Уралом, другими проблемами. Вот Вяткин выпустил очередь истории Казахской СССР. И там масса вопросов была уже поднята. Вопросы о государственности, казахский вопрос, об экономическом разделении казахского общества. Это те ключевые вопросы, которые нас интересуют. Национально-освободительное движение. Вот, пожалуй, эти три направления. Они по сей день остаются. Затем выходит в истории казахской СССР 43-го года, которую все знают. В условиях войны было сделано Шталином такое, я бы сказал, либерализация исторической науки. Были подняты русские герои, Александр Невский, Андрей Тритонской, Петр Первый, особенно роман 45-го года, Шталином Алексея Толстого, Петр Первый, Сталин сюда с Шталом Первым. Ну, отсюда надо было соединять в республиках тоже какие-то допуски делать новые. И в этой обстановке появилась серия работ по национально-освободительному движению Казахстана. Но надо сказать, что в арктистской идеологии национально-освободительное движение ставилось во главу угла. Думали, что если Боготников выступил, то он расшатывал эту самодержавную систему. Если Пугачев выступил, то он тоже во имя народа боролся. Ну вот, Пугачеву тут одно, надо сказать, оплошность. А в своих манифестах он везде себя приглашал к царю. Правда, он обещал людям воду, зерлю и так далее. Но главное, чтобы он был царем. То есть это личный интерес, личные амбиции стали выше других. А тем более какие-то и геновичные проблемы его не интересовали. Понимаете, как это было? Народники тоже. Во-первых, все освободительное движение 19 века поднято было глубоко очень. 18 томов революции 5-7-х годов в России под редакцией Панкратовой. Сколько-то томов, я сейчас не могу посчитать, их, наверное, 15 уже вышло, если не больше. Движение декабристов, где все по отдельности были. Считали, что это основное. Надо против царя наступать, расшатывать эту систему. Но экономические вопросы, как Пугачева, так и декабриста, слабо интересовали. А вот в отношении народники, они по-другому подходили. Они идеализировались так. В советской терминологии говорится, они считали, что главное надо разобраться с общиной. С русской общиной и казахской общиной тоже. В Казахстане было примерно тысячи человек политических сынных. И вот из них целая масса, целая школа, раздат, людей, занималась казахским обществом. Причем они не обращали внимания на высоту этой магии и так далее. Для них было, на нас, на нас народу была такая закрытая снега. А вот казахская община и экономика казахского обла для них была очень близка. Потому что они шли от русской общины. Они создали 18 тысяч, по-моему, работ в русской общине. Библиографии. Это только за 70-е годы. А если еще добавить к этому в 80-е, начало 90-х годов, то это была создан огромнейшая библиотека в общине. И отсюда они, конечно, обойти казахов никак не могли. И Букиханов, кстати, вырос в этой среде и в этой установке. Это сотрудник из бедицины Щербины. Щербина – член Южно-Русского рабочего союза 1878 года. Потом он писал историю губанского казачества. Сарину за это золотой перстень вручил лично. А потом он оказался волею судьб, как знаток вот этих земельных отношений у того казачества. Сюда его в Казахстан прислали. И в экспедиции в Щербине первые, ну, человек 40 казахов прошли обгадку в этом вопросе. И, конечно, они там не занимались политикой. Они считали, ну, материалы в Щербине многие листали, смотрели. Это подворное описание казахских аулов по уездно, по области. Все это в 12 томах и 12 сводных том. То есть это была огромнейшая работа проделана. Правда, она была проделана тут очень редкая совпадение. Саринцев оказался в сложном положении нижнейший деды, сказавли. У них землю отрезали. Они выступают против. И вынуждены были создать специальную организацию переселенческого управления, которая была разобраться, в чем дело. Причем она была создана в 1898 году. И вот туда стоит набирать людей. А кто туда поедет? Какой-то Кокшетавский уезд объезжает эти аулы, грязь там. Это только или в сыне, или же люди крайне финансово недостатки нуждающиеся. И вот они... А это были в основном здесь масса была раньше сильных, которые освободились от ссылки. Ссылка давалась на три года. А ничего там страшного не было, как сказать, спокойно. Им платили 2 рубля 70 копеек в месяц за то, что они сидят там в ссылке. Потому что работы не было, они не были приспособлены к этому. Вот они эту идеологию принесли сюда. Казахские студенты, тогда охотно, те, кто учился в высокоучебных замедениях, их охотно брали. Но это опять-таки можно и такую теорию разлить, что вот царизм гнал казахских студентов куда-то в Петербург по разверстке, а потом куда-то в Казани загоняли и так далее. То есть искажения можно придумать самые разные. Среди вот этих последних материалов, я считал то, что, например, уму не поддаётся, один наш автор писал в 90-е годы, что вот, колониальная политика врагалась в том, что были созданы области и везды. А как управлять народом? По-зубому хватит. Что не надо никаких управленцев. Кстати, отношение к баям изменилось. Особенно к волосным. В 20-е, 30-е годы, когда они считались Чиканом-Мариханом в Казахстане, Сибраевым, Тесарем и так далее, этих баев, особенно этих волосных управителей, рисовали карикатуры, такие они сидят, просто жрёт мясо. Больше ничего не думают. Волосной отвечал за волос. Он думал о тех, кто плохо обеспечен. Их надо было решить. Земельные споры, тяжёлый вопрос. Это на волосном всё лежало. Три срока, а байпера был волосным. А вы хотите всех волосных загнать в служителей империализма и предателей казахского народа? Это не получится. Понимаете, как не получится? Это были грамотные люди. Они писали. Причём писали не 2% грамотных, как это было в советское время, в 90-е годы, казах, где-то революции 2%. Не 2%, белорусы посчитали своих грамотных, у них 12% оказалось. А в Казахстане тоже везде эти МИКТЭГы. Я не сторонник, чтобы сейчас закрывать все европейское образование и вводить МИКТЭГ. Но МИКТЭГа обучали писать буквы, читать, и там 5-6 молитв учить. МИКТЭГ, конечно, это бессистемное такое образование, я сказал, грубо говоря. Тем более в жарном времени, чтобы выразиться. Дулатов их критиковал как мог. Дулатов вот здесь как раз под Саисаном работал учителем. Там, значит, у него было 36 учеников, а у МИКТЭГ было только 6. У этого было на государственной основе зарплату платила правительство. Конечно, здесь тоже была колониальная политика, проводилась, если бы понятие, во-первых, колониализма, мы не определились с вами до сих пор. Никто мне не объяснил, что это такое. Но будем пользоваться этим хорошим. Колониальные власти платили учителям, казахам или русским, приличную зарплату. 36, 360 рублей в год получал в 1807 году Дулатов под Саисаном. И у него было 36 учеников. Это все в области, все богатые люди, волосные, бывшие волосные, будущие волосные, своих детей сюда присылали. Понимаете как? То есть, тяга учебы была огромная. А за счет этого, конечно, трехборца изучать русский язык. Вот это сейчас и стоит гвоздем программы. Абрусеньем называется. Ну тут как хочется. Можете сказать, что это система европейского образования. Это как с теми французами, которые восстановили бурбонов или так сказать. Не хотели стать в ужасном обществе, были крепостниками. Их надо честно говорить, честно объяснять. Понимаете? Без каких-то эмоций. Потому что эмоции все делают хорошо. Ну тут тоже спор возникает. Ох, и не с вами косы, но я только одно замечание скажу вам. Что это был человек, который был властью, который был властью. Властью. это никакая вещь. Да, 10 лет он героически сдерживал этот весь против царских войск, воевал. Ему стоило это огромнейшее напряжение сил. Огромнейшее напряжение сил. он там показал, что он достоин победить. Ну а что будет дальше делать эти вопросы опять все время в этом. Злополучий вопрос. Кто виноват и что делает? Есть такое в литературе. Так что тут много проблем. Я постараюсь немножечко вопросом вашим. Как соотносится много времени прошло? Нет? Кто сказал? 11? 40 лет. Почти 12? Нет. Это у меня на 12 лет. 12 закончилось. Не беспокойтесь. Как соотносится политическая цивилинктура и исторический факт? О, вопрос, конечно, очень интересный и конкретный. Политическая цивилинктура видели. Бывает политическая цивилинктура скрытая. Бывает назревший вопрос, на который нужно отвечать. Обязанность историка отвечать на свободненные вопросы. Они прятаются куда-то. Понимаете как? Вот Советский Союз как раз не знал, как решить национальный вопрос. Его решили дружба народов. Его ответы все. У нас дружба народов, дружба народов. Не получилось. Не получилось. Все Союзные Республики отделились. И, казалось бы, даже близкие украинцы тоже ушли. Понимаете как? Поэтому тут надо иметь в виду, что этот факт исторический, он имеет место и с ним не считаться нельзя. Касается конъюнктуры, ну, знаете, тоже очень трудно сказавшись вопросом, конъюнктурно чисто. Чистые конъюнктуры как раз не говорят, они полноучные, у них есть элементы какого объективного подхода. Но... происходят исторический фактов в угол 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 Нет, видели, если факт проверен, я беру факт проверенный и выведен выведенный факт. А то, что писал там Солженицын, отбросил. В камере содержалось, например, 30-40 человек загоняли в камеру заключенных. миленькие мои, камера наша на 4 койки вообще-то рассчитана, 2 на 1, 2 здесь. Вы туда 40 человек никак не заводите. Такие детали ничем вставлять. Это же чепуха. В вагонах тоже соблюдалась цинитарная норма. Или Беломорно-Балтийский канал гнали, значит, сколько было шума в период перестройки. Смертность на Балтийском канале была такая же, как по всему Советскому Союзу. Нет одного человека больше средней смерти. Нет одного общего взаимодействия. А куда вы с этим фактом делитесь? А может это вот так? Это вопрос другой. Но человек публикует и ищет. Ну, когда явная фальсификация, в Алматы родилась такая идея, я просто петь пример хренью. Агенатор написал из Алматы, что коммунисты использовали детей в качестве мужичного мяса перед немцами. И Зоя господин немецкая, малолетняя ученица, была, значит, взята из школы и брошена против немцев, регулярных частей под Москвой, чтобы она там их уничтожала и так далее, поджигала и прочее. Во-первых, это была выпускница со школы 201-го, она кончила 10 классов, во-вторых, она прошла 2-х или 3-х месячную подготовку дирекционной работы. Враг стоял у ворот Москвы. Значит, дом, где стоял кони немецкие, облили керосином и подожгли. Кони действительно сгорели. А заодно заполыхали и дома соседние, которые принадлежали частным людям. Дома же частным людям принадлежали. И огонь распространился, прошел. А она-то сбежала, она не знала, что напарника была вторая явка. Пошла, его нет, она у нас осталась. Тогда она решила еще раз скормиться в эту деревню и еще раз поджечь. Я когда был маленьким, лет 7, что ли, лет 8, увидел первое кино в жизни, назывался «Зорь». Вот, так нибудь, значит, говорит, где Сталин? Спрашивают ее, она уже навесняется. Она говорит, Сталин на своем посту. Ну, это, конечно, кино. А в жизни было так, что она пошла второй раз поджигать, а ее поймали. Да. Поймали, значит, вели по деревне. Сами крестьяне и немцы вели ее, а жители всякие ведра, эти самые, мусор, там, отходы в нее бросали по деревне. Потом они ее голую по морозу, это был декабрь, провели. Видите, как? Можно этот факт и так, но самое интересное, что писал человек, как этот материал, я не буду называть, потому что вы уж точно определяете все. Это ламатинец. Спрашиваю, ты где был в 41-м году, в декабре месяце, когда она там погибала? А я сидел, я в Алмаде, или где-то там, в Москве, не знаю, учился. Я тут ни при чем, я написал, что слушал. Это же подделка факта. Понимаете? Причем это когда вот эта вся волна антисоветчины шла полностью. Учтите, антисоветчина она была не только шла с корабля «Голос Америки», который, когда стоял под Грецией, а то всюду шло. Советский Союз оттого и хотели уничтожить, что там частной собственности нет. Вы понимаете, одна из величайших слабостей человека. Мы хотим получить это еще вот то. Каждый хочет. Кто против этого? Знаете как? Каждый хочет получить больше. А вот получилось так, что не выдержал и лоб был этот Советский Союз и кончился. Теперь, конечно, можно все, что угодно, говорить. Можно его защищать. Правда, спасибо, что за это не дают 25 лет. И можно его осуждать. Да, много было тяжелого. Но там было два голода. В материалах Палашарде вышла декларная картина записка и там помещена за 22-й или 23-й балл по голоду. Это жутко. Поспрашивайте людей, которые скажут, как это было в реальности. Я помню 47-й год. Не урожай, они мало пишут, а в Казахстане, когда саранча сожрала все поля в Южном Казахстане подчистую. Хлеба не было. Так что это все очень сложно. Мы от этого отвыкли, мы не знаем, что иначе нет хлеба. Я когда пришел в Казахстан, поступил, а там в столовой, в козерной столовой, хлеб лежит, в дармомоне, на тарелке. Я думал, кто-то ошибся, что-то такое поставили по мне в соседку. Да и вот там я. И вот в груз. Не в груз. Понимаете, как? Поэтому здесь конъюнктуры есть, конечно. Особенно конъюнктурой занимается верхней шевал. Есть такое понятие бюрократия. Вот этот бюрократизм, он действовал в царской России, он действовал в советские времена, он действовал в Северном. Это отдельная кастра. Если хотите, класс, я бы назвал. Потому что они имеют особенность объединяться моментально. Понимаете, так. И свои дела делаем. Власть пусть отдельно там сидит и думает, а мы будем здесь делать. Вот это вот такую вещь надо иметь. С какого периода начинается эпоха нового времени, когда закончился в Казахстане. Новое время на этом проекте периодизации. Вопрос, конечно, сложноватый, потому что вот у нас этот отдел нового времени, и как-то так мы расплывчато на это смотрим. Ну, по марксистской периодизации новое время начинается велика французской дужарной революции 1640-го года. Я не знаю, как это в западной историографии начинали. С английской революции начинают. Видимо, там тоже в истории Англии условно это особая ревеха. А вот как это воспринимают допустим французы или Соединенные Штаты Америки. Америки вроде еще не было тогда только. Тем не менее, вот так вот. У нас принято как-то так говорит 19-е закона. Почему 19-е не объясняет? Я думаю, что здесь лучше слово объяснить это тем, что вот подбал джунгарской мастерии это 17-й век и плюс Каплайхан здесь 19-й век здесь новая история. Сторож из 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 новой новейшей фармацузы не фармацузы не фармацузы не фармацузы не создавал эту пятичленку советскую я не воспроизводил, потому что в данном случае джунгары это не марксистское обмедление, но новое, новейшее, новое. Название. Само название, термин. Ну как-то же надо различать древнюю историю Казахстана, новейшую историю Казахстана, надо различать. Другую терминологию, тогда надо создавать. Да. Если это под силу, пожалуйста, в общем-то я это приемлю. Как этот, мне кажется, на какие периоды делится? А на какие периоды делится история нового? А это как хотите там делить, лучше, конечно, ее поделили по реформам. Эпоха Аблая идет, когда не было российского, скажем так, особого влияния. Но тут, конечно, перед Лилией подняли Аблухаина, это заслуга советской идеологии, заслуга того, что дружба народов, дружба народов, и поэтому, понимаете, как-то так все писало вокруг этого. Аполова создала монографию по этому вопросу специально. Ну, а другие казахи, это в казах 40-х отношениях. Он принимал контакт, по вкусу он принимает, ну, ни при чем, понимаете как. Конечно, для западного Казахстана, экономики западного Казахстана, экономики, это играло положительную роль. Ну, когда мне говорят, что твой глухоир за твои пуска матери продался русским, я это думаю, такая вульгализация, понимаете, так же нельзя рассуждать. Вы же доктор наук, понимаете, как-то неприлично это. Почему в школьных учебниках, в таких программах, идет... По поводу школьных программ, я тут не очень все разобрал, по поводу школьных программ я вам скажу, что мы в школьных программах, никакого отношения к ним не имеем. Наш институт занимается и советской работой, и что пишут авторы учебников, что какие программы мы составляем. Но в этих источниках называют Калмаки, Валраты, Джунгары. Как вы, специалисты по этому периоду, вы считаете правильнее, все же называться? А то зачастую школьники же приходят, ползают те же самые. Они сами разобраться не могут. Я понял ваш вопрос. Дело в том, что источник тоже пора думать. То есть Казахи, то Казахи, то Казахи, то Калмаки, то Джунгары и так далее. Ну вот казахи, общепринято у них во лунах, везде. Они говорят, что в арламенте есть жители, у нас жители. Причем, что интересно, мне удалось одно, 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 одно лето объезжать. Это все относится к области экспедиции. И вы знаете, там все казахи знают, где Чунгарские могилы. Они будут свои могилы с ними. Им провокационные вопросы иногда задают. А может это казахский? Нет, это не казахский, это журнанский. То есть здесь, понимаете, народная память четко сохраняет свою топографию. Дело другое, что тут и Батыров. Это да, потому что они не знают, куда его пристроить. А вот насчет этого земельного вопроса, где лежат кости Джунгары, тут Кутин-Циня, там есть. Причем, чем глуше район, тем четче этот вопрос выступает. Понимаете, как вот это вокруг Тенгиза, в Ерминтауских горах, везде абсолютно четко отвечают казахи на этот вопрос. Поэтому здесь это очень большое такое подскорение при дальнейшем изучении этого вопроса. А эти материалы, они публиковались по поводу их изучения? Публиковались, так, ну все же. Замесли на это, что казахи всегда реагируют как джунгары и четко знают. Да, да, я запечатал это. А какие моменты необходимо учитывать при изучении персоналей, живших, например, в советский период? Персонали в советский период, ну, во-первых, это хорошо обеспеченные источники. Личные дела, архивы, советские, все это не лежат живьем. Вот у меня такой опыт есть, просто я работал в архиве Национальной библиотеки, там пять лет был заведующим учебным советским отделом, и мы работали над фондом партийной организации Республиканской библиотеки вне Пушкина, есть такой фонд. Этот институт тоже имеет свой фонд, который лежит в институте истории партийной, наверное, поставленный, называемый, вы понимаете, в каком архиве, где-то речь. Поэтому здесь легче. Потом в областях, в районах лежат архивы, там можно выводить очень многие вещи. Вот сейчас я был в Ала-Шарде, Шумгам, советские, там расстреливали, убивали и так далее. Да, было это. Но эти люди тоже, понимаете, не такие, не из чистого золота, а от литвы. От литвы, от литвы, проблемы. Зачем Кенжину понадобится, я уже проговорился про это, зачем ему понадобится брать эту книгу за 29-й год, где протокол напечатан съезда Ала-Шарде в 37-м году, когда вокруг арестовывают, всех хватают. У меня отец работал на высокой должности в Алмате в 37-м году. У него была своя персональная лянка, но он почувствовал, об этом так умер не сказал, он почувствовал, что пахнет порохом. Устроился на работу в Павлодарскую область, в лес Промхоз перевелся. В порт, как он назывался тогда, в порток НТС. Понимаете, правда, он болел язвы желудка, но, тем не менее, кто-то соображал, что все это под ногами горит, плывет. Тем более, это столица республики. А в Москве то же самое. Если наркома первого взяли, а ты был его заместителем, что ж вы не делились, что ли, это дело, как его, военного министра, да, сейчас, в Москве, как его? Сердюков. Да, Сердюков. Сердюковская вся эта команда горит. Конечно, она горит. Я в зале не у людей лично. Женские коллеги. Там не хотят очагнить и так далее. Кто-то пользуется этим моментом. Вот всегда так бывает. Женщины. Но куда вылезли? Какая-то 20-летняя девушка, начальник управления высших учебных заведений мистерства обороны. Аймелая, ты откуда свалилась? Да там сидят академики, профессора военных наук, люди, которые еще воевали в Отечественную войну. А ты ими команды. Зачем такой щик они тебе нужны? Знаете как? Мне хочется денег, хочется северна. Вот так вот оно и есть. Поэтому здесь это поддается. Просто, конечно, трудно. Трудно, потому что надо ехать в районный архив рыться. Надо в областной рыться. Вот я опыт Дулатова. Может быть, кто-то не знает, кто-то знает. У меня вышла книжка. Книга «Разбодившая народ». О Дулатове. Без Аллашарды. Дулатов, да. Без Аллашарды. Пришлось ехать, пришлось искать в Москву, в Ленинград, в этот Сейсан, в этот аул, которого не существует. Название даже я еле-еле установил, где этот аул находится. Понимаете? Не говоря, какие-то другие подробности. Это конечно, да, да, это возможности, это надо все. Но у меня один ребенок, поэтому у меня возможности было это все сделать. Каковы слабые стороны современности, чем можно в Казахстане? Это уже прямо хотят меня в яму загнать. Каковы слабые стороны современности, чем можно в Казахстане? Слава Сидор, что правильно поднимают вопросы в Казахстане. Правильно поднимают военно-патриотические вопросы. Упустили... Слава Стерн, что вы спрашиваете? Упустили экономику. Который немцы. Который немцы. Который немцы. Колхозы подкрывали. Кстати, среднюю школу открыл Хрущев. В каждом совхозе колхозы создали десятилетку. Представляете, что это такое? Это как магна небесная упала с этого неба. Директор института Байданаевской археологии. Я в 52-м году учился в Чингенте. А сельхозтехникум не читал в предучилище. Не пошел. Я думал, не получу я. У меня четыре по сочинению за семь классов. Меня там не примут. Я по уморствам не пройду. А у него отец с матерью. Преподаватели. Преподаватели в учительском институте в Чингенте. Делготичного института. Я потом выпускников его встречал. Вы представляете, куда уже люди ушли? Это великое было... Я не знаю, какое дело. Не просто великое, это как... Аспанда, Чиканна, Донбассен. Я когда его встречаю, у меня поджилки как-то трясутся. Что у него мать с отцом, преподаватель в институте. А возьмите Нурбулата Мастанова. У него же отец работал в материном институте. А дед работал у нас деканом. А дядя работал в археологии тоже в этом институте. А кто, наверное, делал в археологии цитаты? За это сейчас делал в этой книге рукописи в библиотеке Пушкина лет. 25 работала... Мама? Как она там? Мама? Мама? А, ну да, она сверхжая сестра, она... Ну да, она дочь. Дочь Мусатая, вот что. Это дочь. Вот вам, пожалуйста, видите, какие вещи. Поэтому, конечно, для него проблемы библиографии... Меня встретил как-то Масанов, этот, Эдиген, Эдиген, и час целый объяснял, что такое библиография. Я думаю, да, какой библиография не нужна, это библиография умник отыскался, а я был лучше аспирантом, поступил. Мне нужно диссертацию обязательно, а твоя библиография – это пустое дело. А потом оказалось, что сам я попал в библиографию, потому что, ну, так вот оно, служили в жизни. Конечно, тут важный выбор темы. Ещё одна очень трудная проблема. Почему вы пишете на эту тему? Видите, какая вещь? Тут надо как-то найти составляющие силы членов. Во-первых, вы это потянете или нет? Во-вторых, это пройдёт или нет? Нужно это? Это интерес общественной вызови, это элемент. Я занимался своими ссыльями, потому что я работал в педоинституте, получал зарплату, пять десяток. Прошёл сюда по конкурсу, а тут оказалась другая чертовщина. Тут первый, значит, я проработал, по-моему, год, даже нет. Говорит, Кабангой Батыров 300 лет исполняется. Козакваш говорит, поезжай с докладом туда. Я думаю, что он? А он, ты сам, не свердомный, что ли? Что он туда поедет? Он, друзья, не казался. А во-вторых, Кабангой Батырович. Я сел за несколько месяцев до Убая. А там, а что я про Кабангая могу сказать? У русской историографии дедушка назван, мама названа, назван село, где он родился. А тут ничего нету. Нет никаких, пощупать. Понимаете, как? Поехал, поехал, я окунулся в это. Правда, я написал доклад о джунгарах. Не о Кабангая, а вообще. Джунгарах говорит, ну, вообще, как это было джунгарах. Я открыл третий том, тот 85-го, нет, не по сути, 79-го, 78-го года, третий том. Там Абдабан, шубрунты. Ну, а тут уже в газетах-то все стало появляться, какие-то фамилии дают. Ну, я это сделал, скомпоновал, поехал туда. А там, значит, я говорю, однако, идеализировать эту личность не надо. Встал, раз у всех по фамилии, знаете, я вам назову, человек женился, говорит, ну, то, что он говорит, это не считается. А потом, значит, был большой банкет, человек-то 200 или 250, с районов, один встает, какой-то, и ему говорит, вы знаете, а мне очень понравился доклад, потому что он сказал, что Средняя Азия, вся Тиргизия, Узбекистан и Каргалпакия была защищена казахами от дальнейшего продвижения джунгары. Я думаю, черт возьми, я эту фразу сказал. Он и я уловил, понимаете, мне такую мысль, что это не казахская чисто вопрос, а вопрос и соседей тоже, понимаете как. И поэтому тут тему я выбирал ссылку, я вообще-то начинал, ссылку. Почему я даже не могу сказать, я был первым, кто дочитил по ссылке в Советском Союзе, в Советском Союзе, в Советской Союзе, в Советской Партии. Слово «сыльный» не удивлялось, не делалось, да. «Сыльный» было полуно, поэтому это нельзя было понимать. А тут как-то получилось так вот. А потом, это живые люди, понимаете как. Жизнь людей всегда интересна. Так вот и пошло. Так, что еще? Когда появился этноним Уйгурли, и как до применения этого названия, он сначала это знал. Дело в том, что, товарищи, в терминологии у меня вот периода, после Золотой Арды и до Золотой Арды, все источники идут правду. Потому что источники идут китайские. Я там не специалист, там я не специалист. Но терминология идет китайская, древнеугурская, древнегурское государство 8-9 века, нашей эры. Потом идет монгольская терминология, потом накладывается на это казахская терминология, потом идет тюрьки, потом персидские вот эти вот источники. Средние взятки, то на чем работает этот, как его? Визибаев? Да, Визибаев. Как имя? Тимур. Тимур. А, Тимур, да, да, Тимур. Понимаете, все это накладывается. И иногда, в общем, не только к этому относятся, а наказано отсюда взятым. Теперь его надо с этим скрестить и так далее. Понимаете, всю эту литературу, которая есть про Уйгурлов, про Татар, про Харахват, все приходится понимать. Вот я занимаюсь югарами, все практически всех соседей приходится переправлять. Уже там нет хода, иначе нет хода. А поэтому по поводу Уйгурлов, термин, я вам не могу пояснить, честно говоря, не буду обманывать. Так, что там еще, это делается. Какие моменты необходимы заключить в привлечении? То есть, она не говорит, какова... А, ответила. А, ответила. Уйгурлов, термин, 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 термин. Уйгурлов. В Москве, во-первых, они делятся на западных и восточных, понимаете, они очень сильно делятся. Это деление, видимо, отражается в языке их. И вот эти четыре племени, четыре народа, которые ушли на запад, они оторвались, во-первых, от религии своей до конца. Вообще они были плохие лаваисты, как и казахи плохие. Да, точно так. Поэтому, понимаете, они как-то так близко стояли к казахам в 17 веке. Они вместе кочевали, там женились, 5-е, 10-е, все это шло. У кенесары даже там были вставки люди джангарского происхождения. Но казахи их в 17 веке окрестили как джангар. И вот это выражение абсолютно укрепилось. Да, восточников по-разному можно назвать. Западный там, по-разному, еще что-то. Но народный так можно назвать. Ну и, конечно, не обязательно, что воевали все казахи, сразу рыбнулись в Анаракай. Бросили Шим, бросили там Урал, бросили Иртыш все в Анаракай вперед. Значит, нет. Это было в определенном регионе. Те, кого здесь застали. В этом вполне верно, что участвовали киргизы, например, очень. Киргизы из Синьцяна проходили на Ферганскую долину и занимали земли прежнего Мадеранахара. Это Ташкент, Чемкент, там же, где жили казахи. Каргалпаки, то, что там были разбросаны, были верхние и нижние каргалпаки по Сазаре. А одно ханство каргалпакское было в Улутау даже. Ну, ханство они его сами называют, это в предании. А, видимо, это был какой-то глав, а главы которого стояли в Чемкенте. Чемкенте был, что Чемкенте был. Тогда и будет ханство. Знаете, они его выберут своим ханом. Вот такая вещь. Причем в этом я не опубликовал, это устно скажу, там не косит это. А там на Буланды принимали участие, эти каргалпаки принимали участие. Причем активные. Знаете, как? Вот такие вот вещи. Они где-то влазят, эти перчинные. Материалы где-то очень плохо, очень медленно. Вы знаете, это какое-то убийство. Вот два след я застрял там, я же говорю, убил. Целых 20 лет уже, наверное. Вот. Что-то получается, что-то не было. Я на все вопросы ответил. Спасибо. У кого вопрос есть, если у кого-то? У меня есть, вопрос. Маленький. Связаный секим вопрос. Мы, поскольку у нас есть жалайыр, жалайырла. Нет? Жалайыр. Жалайыр. Жалайыр, жалайыр. Ишинге, қалмақтар бар. Нет. Адасы, кан шал, сон қалмақтар, нет. Жалайыртың ишинге артар. Нет. Кан шал, ты был. Катерикезисионный, койп-көтерлеп жер. Баска сөзбетінде не деку. Осы, калмактар, сон калмақтар дар, халан. Пыльный поход. От Алтая до Тенчани служили. У них были свои подразделения. Они близки народам и казахам. И поэтому, да, где-то это анклав отошел. В во всяком случае, здесь, понимаете, делать китайскую стену между джунгарами и казахами не надо. Тем и сложнее была джунгарская эта вся эпопея, что они были близки казахам и джунгарам. Здесь как бы знали друг друга. Это как вот воюют между собой. Ну, это, как раз я говорю, они не воюют, но мне один академик башкирский говорил, что у татар пулеметы приготовлены. И у больших мерчастков. Дать команду, они ничего твоему больше с тобой. Понимаете? Потому что у них даже не существует перевода с языка от лизы. Они разговаривают на одном языке, не нуждаются в переводе. Нет переводов. Не существует. А это два народа. Две несоюзные какие. Автономные республики Российской Федерации. Вот такая ситуация. Поэтому чем ближнее, тем сложнее все эти процессы. Поэтому контрация не воевает, джунгар выбирает. Вообще, конечно, это, я вам скажу, очень противоречивые вещи. Дело в том, что создание этих четырехтонников, шеститонников, борода, с одной стороны, конечно, у нас свобода. Мы можем все писать и провалить, и все это направо. Да, и дали спецификам рат или, да, человек. Но дело в том, что, что, человек, хотят свою республику открывать. Пожалуйста. Нет, я говорю, на это ведем. Видите, куда это ведем. Калманы есть? Те калманы. Это называется трибализмом. Я вам скажу, ближнее, ну вы все такие люди, которые не знаете меня, это трибализм. Это тоже опасная вещь. Она разрушает государство. За этим Москва следила очень четко. Москва следила очень четко. Ну а сейчас вот в Дагестане видите, что происходит. И дагестанцы поставили, и все. А третья народность не имеет своей должности. Не хватает должностей, понимаете? Не хватает должностей. Вот такой дефицит. Вы — сколько? Сырак кордых. Начали. Спасибо. Давайте с вами сегодня. Ну а ты, казыр, тарихи, адебитациях, халказааттык, козғалыс, деген жаз журналыз. Ултазааттык козғалыс ямыз, Халказазаттык, деген азаттык деген. Обычайно деген. Если вы дащи, вот таких их тарихи и полицаймов. Халказаттык бишь, во влтазаттык бишь? В общем, вот, насколько у是這樣станцов у нас все остальные обыдения. Внутри младшего жюза Внутри младшего жюза Подтверждал единство Этого народа Понимаете, какая речь Нет, он не трогал этих самых Салтая, Казахстан Кто там живет Он не трогал Но вот внутренняя консолидация В своем жизни Она шла Она существовала И этот рецепт тоже не взял Опять, но вопрос такой Что дает это Для экономики Казахстана А видите ли как Все руководители его страны Иначе они сами погибнут Надо вспомнить Для всех нужных Все, понятно У меня был шестом классе Русские четыре Санкт-Петербурга 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 У меня есть некий фунгус Вдруг степей калмык История нам не изучает Барбара Казахстан Барбар Путин Почему, говорит Казахстан Боюсь с другом степей Санкт-Петербурга 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 Он слушается. Вы думаете, что вы думаете, что у вас есть вопросы? Что у вас есть вопросы? Нет. Дело в том, что это вполне закономерно. При уважении независимости абсолютно все вопросы были подняты. Все. Начиная там с Калмакской войны, и кончая от Горбачёва. Тогда оценка... Все, как надо поднимать. Но когда, я скажу... Это все. Да, все эти вещи. Когда, конечно, пишется, что было 370 восстаний в Казахстане до восстания 16-го года против русских, это ни в одни вороты не лезет. Это ни в одни вороты. Вы что хотите, чтобы мы завтра взяли винтовки, пошли воевать против русских. Вот это все. Вот именно в этот момент, как вас акцентировали на этом, будет ударить разговаривать. А это именно так? Видите ли как? Мы идем между трех слонов. А так вот стоят три слона и мы в середине. Там полтора миллиарда сзади идем. А когда идешь слонами, надо смотреть не только на свои ноги, надо смотреть еще на ноги слона. Потому что иначе может наступить. Понимаете? Здесь тридцать миллионов. Все разговаривали вас прощат. У вас только родни, всем надо как-то с ней находить общий язык. Они же родни вам. Ну и что, что золовка у вас вредная. Мы же замуж выходили не за ловку. Мы выходили замуж за ихнего сына. Давайте как-нибудь замуж. А если вы выходите себе и всем говорите, что вот у моего сына такая нехорошая жена, знаете, попалась. Она вот то стер, пятое, десятое, она пьет, гуляет. Кому это надо? А здесь тридцать миллионов. И там еще сто сорок миллионов. Какую методологию предлагают методология? Вот если предлагают агистские ученые, предлагают мусульманин, должны переходить к мусульманской методологии. А слово брать в Коран. Это города, союз. Вот это самый тракт, кто предлагает эту вещь. До исламский период назвать в армском периоде, после принятия слова ценизованным периодом, все перед связи с этим наканчивается. И вот тракт говорит, что кто держит какую-то личность, а тот и грешный человек. Истинно знала Аллах, кроме Аллаха никто ничего не знает. Человек своего к концу, к космическому сквозь двигаться. Все, все начернины, больше никуда он не подниматься, никуда, Вот такого придерживаться можем ли мы, все равно я действительно знаю, кто конечен. Он.